Вы можете сказать, что этот курс состоит из двух частей. И в первой части речь идет... В первом части geht es darum, ein Erklärungsmodell zu finden. Это попытка найти модель, объясняющую... Почему unsere Arbeit funktioniert? А, это попытка обосновать эффективность кинезиологии. Почему она действует, почему она работает. Erklärungsmodelle, wie Heilung funktionieren kann. Попытка найти модели объяснения, лечение. Er bringt eine Einführung in die Quantenphysik. Там есть небольшая часть водной, затрагивающая квантовую физику даже. Eine Einführung in die Chaos-Theorie. А, даже введение в теорию Хаоса, там тоже есть. И это настолько интересная. И для меня были эти курсы... ...эм... 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 ...посредственность кинезиологии. Я рассматриваю этот курс как курс обязательной вводы для всякого, кто занимается любыми энергетическими системами, а не только кинезиологией. Потому что вторая часть этого курса посвящена видам энергетических взаимодействий, которые существуют. Можно просто сказать, что мы суррогатами для ее снижения. Что это значит? Суррогатами я сказал. Может быть так, что мы являемся суррогатом, суррогатом кого-то, но я не знаю, что она имеет в виду. Суррогат? Ну, суррогат, слово вам понятно, да? Понятно, понятно. А вы versteете вас непонятно. Окей, weiter, weiter. То есть вы понимаете, о чем я говорю, да? Суррогат. Окей. А, может быть, это как бы проекция энергетической структуры. Какого-то другого человека на меня. А, и здесь возможное объяснение, почему во время лечения прогресс не происходит. Потому что эти люди несут на себе отпечаток энергетической структуры какого-то другого лица. То есть существует как бы такой отход или отток энергии. И в общих чертах это выглядит так. Если подобное состояние констатируется, то есть мы должны быть более или менее благодарны. Потому что они не могут отток энергетической структуры, то есть это касается как и нас, тех кто практикует, так и наших пациентов. А, существует еще модель объяснения негативных энергетических полей. И все техники рассеивания. И какие виды защитных механизмов мы или наш пациент может для себя найти. То есть и, собственно говоря, возвращаясь к названию курса, то есть какое место наша энергетическая структура занимает вообще во Вселенной и в пространстве. и всякие энергетические взаимодействия, которые могут при этом возникнуть. И поскольку мы являемся пользователями вот этой вот системы, мы должны следить за тем, чтобы наше энергетическое поле было в порядке. И если кто-то, подобно нам, занимается подобным видом деятельности ежедневно в течение многих часов, то есть тогда можно как бы исходить из того, что в вашем энергетическом поле имеются какие-то изъяны, проблемы. Потому что мы, когда работаем с людьми, мы что вынуждены делать? Мы вынуждены очень много негативной энергии принимать на себя. Но эти темы, но эта проблематика, она касается не только нас. У меня был ученик. Он был главным врачом станции скорой помощи. И он работал в реанимации. Он такой очень восприимчивый человек. И у него работают некоторые медсестры. И он рассказывал мне о своих переживаниях, что приходилось ему испытывать, чувствовать, когда он видит, как человек борется за свою жизнь. Да, и у них в палате интенсивной терапии стоят несколько кровати. И у них как бы на одну постель была кровать колька была на другом табу. Потому что как только пациент попадал и умерал. И они нашли какого-то человека, который это энергетическое поле очищал. То есть такие очень интересные аспекты. И способ и вид, с помощью которых Charles Kraft пришел к этим вот энергетическим моделям. Это не связано ни с какими паранормальными явлениями. То есть и не охотники за привидениями, ни в коем случае. Это просто виды энергии, которые на нас негативно, не позитивно воздействуют. Потому что когда мы испытываем негативные эмоции, они нарушают нашу энергетическую структуру. Мы чувствуем это очень часто. Мы встречаем людей, которые мы вообще не знаем. И мы чувствуем, что я вообще не могу. Представьте себе такое ощущение, когда вы встречаете в первый раз какого-то человека. И вы ощущаете, что он вам не нравится, что вы не можете с ним общаться. Он вам не приятен. Как будто даже укол такой на слово. То есть это есть вид какого-то энергетического взаимодействия. Вот о чем идет речь. И для этого у него есть определенные процедуры баланса. Прописано. Об этом курсе я рассказала. Он составил пособие. В отношении к традиционной китайской медицине. С использованием источников традиционной китайской медицины. А, то есть чем он пользовался? Он брал при каких симптомах, каким симптомах заболевания соответствуют какие акупунктурные точки. Да. И он связал это с кинезиологией. И все, что он энергетически, генетически, то есть он у него был в основном. То есть здесь речь идет о уровне, как можно назвать, энергогенетическом уровне и способе рассеивания. И вот этот курс, достаточно новый, он был разработан совсем недавно. Я этот курс сама еще не проходила. Я только слышала о нем. Иначе я могла бы сказать о нем больше. Конечно же, да. Если это правильная информация, я имею в виду много курсов от него. Я много курсов от него, но я думаю, что он специально вот этот вот курс нашел для России. Но, в общем и целом, вы с Чарльзом пока еще не знакомы. Если он как учитель, то есть, для меня нет времени. То есть, когда вы увидите, как он это делает, вы поймете, что лучшего учителя просто больше не существует. Он просто не существует. Потому что он таким громадным багажом знаний обладает, И он не только курсы разрабатывает и преподает, он работает с громадным числом клиентов. И у него громадный практический опыт. И он удивительно харизматичный человек. И он удивительно харизматичный человек. И он, как я, когда я видел Джон Т. видела, он зашел и сразу... Такая реакция. То есть, некоторые люди обладают вот такой вот харизмой. И Чарльз к числу в полной мере относятся. Хорошо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...